взять белильца и уже видела как мы импрессионизм делаем взять белильца взять желтильца взять розовильца и сначала в пользу оранжеватого напачкать холст напачкать соразмерно тем ритмом которые ты видишь на холсте то есть ритм по косой ритм по вертикали ритм в этом направлении ритм по цилиндру хотя там такого именно по цилиндру мало ритма но сначала лучше создать идею ритма по цилиндру то есть это все будут только призраки которые потом начнут обустраиваться хорошо количество краски вот такой не менее только рыжие там где надо чуть темнее рыжий там где надо чуть темнее рыжий но все вот так призрачно давай навалим вещества главному пятну картины то есть наблюдай где по какой траектории он штрихует но если ты пойдешь по траектории цилиндра не прогадаешь сразу начинаешь уточнять там где темнее ой там где темнее коричневый с розовым пока не торопись укладывать укладывать синьку потому что синька сразу все нарушит папочка устремлена к середине вот вот это место ровно посередине поэтому папочка привяжется к нему одна вторая часть чуть-чуть уже головочку наметим относительно этих линий наметим уж если даже не попадешь немножко потом все равно оптикаем пока мы в двух цветах работаем сильно нарушить невозможно делая головочку чуть мельче всегда чтобы иметь возможность расширять чуть тенисто само личико шеечка грудочка и вот так потихонечку наращиваешь наращиваешь рисуночек даже вот эти темные пятна сначала через коричневые розовые хорошо давай уточним к ней будет очень легко пристраиваться свет из-под теневой сразу голова в пространстве смотрим мелковата голова так горбики немножко сутулинкость эту уберем так ну сейчас по размеру похоже линейный рисуночек периодически теперь поддерживаем из-под руки почти никакого расстояния нет да видишь как она ее выставила попочку свою хорошенечко не ну у тебя очень близко по рисунку поэтому все нормально просто теперь продолжай в том же духе теперь когда стало ясно с этими пятнами можно вложить этот голубенький отделить ее и синюшечку и голубюшечку так ну продолжать в том же духе цветочки чуть-чуть накидать и продолжать вот в том же духе в котором ты сейчас пишешь хорошо с веществом то есть в отличие от тех задач где вещества бережное количество здесь достаточно лепкое количество вещества и это по-своему красиво то есть насыщаем насыщаем веществом и штрихуя подсматривая вот здесь высветает да да прям пластилинчик краски вот он формат вот тогда она более распределительно много много бороздатого то есть то есть чуть-чуть удавлено то есть торчащих этих заусенец краски многовато хотя сама по себе укладка могла бы быть вполне то есть художник делал одно слово чуть-чуть смотри чуть-чуть вот этой удавленности резьб мазка чуть-чуть удавленности и вытираешь прям можешь не добавляя краски пока удавить то что есть наблюдая штрих который он укладывал немножко недонаблюдала то есть она немножко течет своим мазком немножко течет поэтому вот эту идею текучести нарезать больше выходит лопаточная часть больше намного сюда заходит есть там такое да то есть чуть-чуть вот даже поутаптывать он уже становится похоже на то что мы ищем потом немножко голубизны подсунем или если что чуть-чуть даже на палитру не ходи вот так просто голубизны чуть-чуть подхватила подсунула опусти чуть-чуть ты согласна вот на такое смотри смотри она чуть вкуснее слишком много бороздятины а ты туда так глубоко не загоняй синий шички вот эти здесь провисший характер дать провисшести ладно ну чтобы здесь не был такой ну как говорят буфер да слишком темно там посветлее все эти пятна сбрей синюшки и посветлее побей очень несъедобные звуки значит поступишь так возьмешь с этими цветками возьмешь цвет положишь мастихином а потом кистью немножко дополнишь резьбами и у тебя появится нечто то есть заслонишь сначала задник а потом по вот этому чуть-чуть мазочек все на раз два три ты видела да давай то есть когда ты бороздишь ты же вот так укладывала оно все время вынимает нижний слой а когда ты не бороздишь тогда оно из благородия смотри 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 какая красотель и как по легкому то есть я не бороздю логично а зеленый потом да ну да ну иначе эта зелень полезет везде она сейчас здесь везде полезет а вот здесь немножко сбить хорошо вот хорошо есть у тебя чувство мазка очень очень хорошее но теперь еще учимся и разнообразить так давайте я веду пониже 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 как-то немного вот как-то она как идет уже желтый добавила я не знаю там что у меня получается это где-то неправильно нагрухало здесь немножко не может быть ну вот эта вот большая получается а мне как-то она тоже она и она и она она Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Чуть-чуть этот мастодонтизм уберем. Есть элемент линейного рисунка вдоль, обводящий линии. Есть, да? И смотри как сразу собралось тело с той стороны. Здесь напротив он разбивает. Темноту подсунул, но линию разбивает. И даже с некоторой зеленцой желтого укладывает вот сюда. На самом деле смотри как вкусно вкладывается краска, да? Все укладываем, укладываем, новые и новые штришочки. Ну, лежачая, лежачая кисть к холсту. Вот эти вот складочки, косточки. Вот этот ритм мазочков есть тут. И он хорош там очень. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Сбрей и еще раз положи. А эту краску просто задействуй где-нибудь. Пластилин краски, чтобы не выбрасывать. И там можно задействовать. Там слишком много красного. Там прямо надо... Желтятину, желтятину. Вот этот. Потом, когда это сделаешь, возьмешь чистую кисть. Только вот такого размера. И лежачей кистью немножечко мазочков. То есть тот же способ, что и здесь. Мы перекрыли желтым, а потом создали мазистость. Много там этих красных очень. Там вокруг ее лица прямо желто-желто. И даже почти с белилами желто. Аж вот такой разбеленный мотив. Но обязательно его потом покорить кистевой укладкой. Хорошо? А вот плечо еще не сможете немножко как-то подправить? Я уже его зарисовала. Ну, во-первых, там рука. Сначала руку обозначить. Там посмотришь, где нужно, а где не нужно. А вот это рука, да? Ну, да. А-а-а. Штырится голова. Сначала сделать надо то направление, которое должно быть. То есть уклон головы. Взять его и создать. Чтоб хочешь не хочешь, а уклон головы уже есть. Ну и чтоб размер соответствовал. Вот и стол. Вот и стол. Тру. Тру. Взять его и подряд. Стру. ТемPERативу. Тру. 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 Стрель. Тру. Тру. Субтитры сделал DimaTorzok Глазная впадинка Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну чуть-чуть можно цветик им подсунуть. Щупая их можно подсовывать этот цветик. Более цельные эти линии. Не наковыривать их, а более цельно укладывать. Прямо собранные в полосы. И тень обязательно под мочкой уха. Мотик оливать немножечко там подсунем. Вот он. Так, это культя долго будет здесь? Не знаю. Значит руки. Это не шланги, не окончание палочек кисти рук. Это костяные проявления. Поэтому и в таких местах, и в таких местах у тебя было просто закругление. А там рубленный характер. Ломанный характер. Потому что это костяшки. Вот этот ломанный характер, увынь да положь. Хотя бы намек на него должен произойти. Ломанный характер. Смотри. Раз и ломанный. Да? Не труба завернутая или палочка. А вот этот палец недалеко или пускай? Крутка. Круто. 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 Смотри, у меня все стало ломаным, да? Угу. Может быть, чуть нежнее, так же, как и губочки, чуть более нежненький цвет вот этому месту. Согласна, да? Угу. Такой более приятный цвет. Так. Там типа намеки на стволики растения. Давай вот тоже дадим эти намеки. Логично? Угу. Угу. А тут зеленый? Ну давай, наконец, зеленый. Коричневый, голубой. И вот такими фитюрами. Чуть-чуть их разбивая, чтоб на краях не было уже очень жестко. Чуть-чуть разбивая, да? Вот такое, вот такое осуществишь. Задник я бы нигде не трогал, только вот здесь бы чуть-чуть свет сюда бы подогнал, ну, чтоб оно не на шею пошло, а шею обрисовало. Чуть темнее вот эту шейную линейку. Локон чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть сюда. Ага, они так не получаются, как у вас. Снизу немножечко, да ладно, не получается. Снизу чуть-чуть, смотри, а то как бы маловолосая, а так уже много, достаточно волосая. Вот этот чупчик, где? То есть, тёп-тёп. То было сглажено. Может быть, вот этот предмет сделать каким-то более нахальным прикосновением. Согласна на нахальное, да? Да. Все, нормалек. Ну давай, там уже немного осталось. Главное не переборщить. Главное не переборщить.